А я иду, шагаю по Москве, но в жизни я пройдусь... Молодой человек! Ты чё кричишь? Я пою. Шла уже четвёртая неделя с тех пор, как со съёмочной площадки фильма «Я шагаю по Москве» исчез сценарист Геннадий Шпаликов. И никто не знал, где его искать. Он не только во время съёмок, он вообще так жил. Он мог пропасть на любом месте вообще. Режиссёр Георгий Данелия уже начал жалеть, что ввязался в эту историю. Проблемы преследовали фильм с самого начала. Безидейность – это было очень серьёзное обвинение по тем временам, обвиняли в мелкотенье. Казалось, всё против этой картины. То киночиновников не устраивает сценарий. Написали 17 вариантов сны. И каждый раз спрашивали, а о чём этот сценарий? То исполнитель главной роли в самый разгар съёмок устраивает форменный бунт. Тут же бросился извиняться, чуть ли не со слезами умолять его оставить. То на съёмочную группу чуть ли не подают в суд жильцы дома, где идут съёмки. А актрису-первокурсницу решают отчислить из вуза за крошечную роль в эпизоде. В тот момент я просто себя ненавидела за то, что я вот так поступила эгоистично и легкомысленно. Вплоть до самой премьеры Данелия не мог спать спокойно. Потому что производство картины вообще могли свернуть в последний момент. Но 11 апреля 1964 года фильм «Я шагаю по Москве» всё-таки вышел на экраны страны. Просто вот там случилось чудо, сошлись так звёзды. Будь на месте Георгия Данелия и другой режиссёр, этот фильм никогда бы не состоялся. Потому что только Данелия мог взяться снимать картину, когда ни одной страницы сценария ещё не было написано. Да что там сценарий? Даже идея была очень размытой. Геннадий Шпаликов, вооружившись бутылкой шампанского, пришёл в гости Георгию Данелия и сказал ему, что «Ты знаешь, я написал сценарий». Ну вот представь себе, Москва, ливень, девушка снимает туфли, идёт дальше под дождём босиком, и её настигает молодой человек на велосипеде, и вот кружит вокруг неё и держит зонт. Сценарист так вдохновенно живописал эту сцену из пока ещё не существующего сценария, что Данелия поверил и согласился. Хотя ничего не было, ничего не было. Он даже листа бумаги не видел. Вот эти вот крепчайшие связи сценариста и режиссёров, они были тогда удивительно мощными. На радостях сценарист облил шампанским новые обои в квартире Данелии, чем весьма опечалил маму режиссёра. Эх, знал бы тогда Шпаликов, сколько раз ему предстоит переписывать сценарий. А о чём этот сценарий? Ваш сценарий? Ни о чём. Вот напишите, чтобы было понятно, о чём. Но чёткого ответа у Данелии всё не было. Вместе со Шпаликовым они написали 17 вариантов сценария. Режиссёр категорически не хотел обременять картину слишком сложным сюжетом. Это очень, на самом деле, показательный момент для этого сценария, который родился просто из вот такого воздушного, прозрачного, поэтического образа, в котором ещё не было никакой драматургической интриги, не было никакого намёка на конфликт. Но худсовет был непреклонен. А тут ещё начались гонения на другой фильм по сценарию Геннадия Шпаликова «Заставу Ильича». Мало того, что там в одной из сцен, цензоры разглядели на стене газету «Правда», приклеенную вверх ногами. Так ещё и главные герои были слишком далеки от привычного кинообраза советского гражданина. Просто не ожидали. Должен был быть коммунист, тельняшка пополам. А это люди, которые задумывались о завтрашнем дне. Ну как тут у вас? Что нового-то? Ну все новости у Славки. Он у нас отец, семьянин, домовладелец. Правда, Слава? Правда. Вот комнаты получили. Ммм, врастаешь быт. Врастает. Со страшной силой врастает. Вон брак купил. Торшер, теперь его ничем не остановишь. Стяжатель. Накопитель, как всяк. Судьбу «Заставы Ильича» решали на самом верху. В любой момент на будущем сценариста Шпаликова могли поставить жирный крест. А значит, и в зоне риска была и новая картина «Георгия Данелия». Хрущев их критиковал. Там в Кремле были эти обсуждения. И после этого, значит, вот Гена запускается его сценарий. Я шагаю по Москве. И в нем снова, как и в «Заставе Ильича», герои три молодых парня. Цензура разглядывала сценарий под микроскопом. И хотя это была совсем другая история, чиновники начали тормозить съемки под самыми разными предлогами. То им непонятен замысел, то недостаточно действия, то герои не те, и сюжет рыхлый и размытый. Выражаясь на языке того времени, фильм казался абсолютно безидейным. А безидейность – это было очень серьезное обвинение по тем временам, обвиняли в мелкотемье. В отчаянии Данелия решил использовать последний шанс. И в итоге я пошел в министерство, когда к замминистра Баскакова, и сказал, я хочу снять, в общем-то, такой светлый и добрый фильм. Хочу, ну, хотя бы могу назвать хороший фильм. Съемки, наконец, разрешили. И тут же начались новые проблемы. Теперь с кастингом. Данелии были нужны молодые лица, эдакие ребята из соседнего двора. Пробы актеров с опытом получались одна неудачнее другой. А новички могли все провалить во время съемок. Режиссеру пришлось рисковать. Делать ставку на первокурсников. Так студент Евгений Стеблов, который искал на Мосфильме подработку, нашел судьбоносную роль. Я, конечно, как и все начинающие тогда артисты, мечтал сниматься в кино. Но мое счастье, что я попал не просто в кино, а в свое кино. И это прежде всего кино от Гена Шпаликова, Георгия Николаевича Данелия, оператора Вадима Юсова, композитора Андрея Петрова, моих коллег Никиты Михалкова, Гали Польских, Леши Локтева. Данелия чуть не поссорился со сценаристом, когда тот начал настойчиво предлагать на главную роль Никиту Михалкова. Дело было еще и в том, что первоначально у фильма «Я шагаю по Москве» было совсем другое название – «Верзилы». Какой же «Верзила» и щуплого подростка Михалкова, недоумевал режиссер. Я его видел Никиту, но мне в голову не приходило его снимать, потому что он был совсем юный. И тут снова вмешался худсовет. Название «Верзилы» решительно зарубили за двусмысленность, отдающую бандитизмом. До Нелии снова пришлось переписывать часть сценария и придумывать новое название. Но зато 18-летнему Михалкову досталась роль Кольки. Однако в самый разгар работы Никита устроил настоящий бунт, объявив, что не будет сниматься, пока ему не поднимут ставку. Съемки оказались на грани срыва. На самом деле у Михалкова формальные основания на это были, потому что были разные ставки актерские. Вот за главную роль – это одна сумма, за второстепенную роль – вторая сумма. Выходка начинающего актера окончательно вывела Данелию из себя. Скромный бюджет фильма был расписан до копейки, и в нем уж точно не предусматривались непредвиденные расходы на оплату труда никому неизвестного тогда актера. Но Михалков уперся и продолжал забастовку. График срывался, все планы рушились, и тогда Данелия пошел ва-банк. Он попросил ассистентку срочно найти замену Михалкову, объявив, что начинает съемки сначала, с нуля. Никита такого поворота не ожидал. Он же бросился извиняться, чуть ли не со слезами, умолять его оставить. Рассказал, что это вот все козни и происки старшего брата, а он готов играть изначально оговоренные деньги. Хотя на самом деле, я думаю, Данелия, конечно, лукавила. Потому что когда уже отсняли больше половины картины, он бы гораздо больше потратил денег на пересъемки фильма заново с другим актером, чем на увеличение гонорара Михалкова. Кстати, профессию героя Михалкова, метростроевец, Данелия выбрал не случайно. Это дань уважения отцу режиссера, который был главным инженером метростроя. А свое имя Колька получил в честь сына Данелии и Любови Соколовой, которая сыграла в картине «Маму героя». А вы надолго приехали? Нет, сегодня уезжаем. Ага, как жаль. Ну я пошла. До свидания. Будь здоров. Начинающая актриса Ирина Мирошниченко после съемок неизменно называла Любовь Соколову своей крестной мамой в кино. Если бы не она, Ирину ждал бы полный провал. Мотор, вот я вылетала и все время стояла вот так. Подходит ко мне Люба Соколова. Иришка. Ну что ты? Вот камера. Ну не отворачивайся от нее. Ну хоть поверни личико к камере. Говорю, хорошо. Это была первая в жизни роль студентки Мирошниченко. Она так нервничала, что буквально цепенела в кадре перед знаменитой актрисой. Опять мотор. Опять вот так. Страшно. На нее посмотреть страшно. Я так мимо. Ну как-то с третьего что ли дубля наконец все-таки я так повернулась. И тут же отвернулась. И тут же убежала. Но никогда ее не забудла. Изумительный человек. Я потом по жизни с ней очень много встречалась и каждый раз подходила. Ты помнишь, что я твоя крестная мама? Говорю, конечно. Конечно, никогда этого не забуду. А ведь эта крошечная всего пары реплик роль едва не сломала напрочь актерское будущее Ирины Мирошниченко. Первокурсникам ее театрального вуза категорически запрещалось сниматься в кино. Ирина понадеялась, что в таком маленьком эпизоде ее никто не заметит. Не читаю времени, да и вредно. Но как только я шагаю по Москве вышел на экраны, в школе-студии МХАТ разразился скандал. У нас было собрание, я плакала, очень-очень переживала. И меня спасли мои ребята, мой курс, которые все меня очень сильно ругали. Но потом сказали, надо самый строгий выговор. Просто самый строгий-строгий. И все за этот строгий проголосовали. И оказалось, что для меня спасение. Не отчисление, а строгий выговор. Съемки постоянно прерывались. Причем каждый раз по новому поводу. Однажды работу пришлось остановить на целых две недели, потому что Евгений Стеблов вернулся со студенческого сбора урожая с огромным фингалом. Кто-то из однокурсников запустил ему картошкой в глаз. Впрочем, Евгений шокировал не только съемочную группу. Каждые два дня бритый наголо молодой человек приходил в парикмахерскую и заявлял, что-то я оброс, пора бриться. Он буквально сводил с ума мастеров из близлежащего салона, которые уже побаивались чудаковатого паренька. А, так это ты жених. Тебе и не узнать. Ну, зато не жарко. Фильм занимается не по порядку. То конец, то начало, то середина. Поэтому надо постричь наголо и иметь парик. И там, где он с волосами начал одевать парик, но актер должен быть постричен наголо. Съемки шли к концу, а режиссер никак не мог определиться с музыкой к фильму. Композитор Андрей Петров написал несколько вариантов музыкальных тем. Но Данелия браковал одну за другой. «Я шагаю по Москве» – это особенная история, поскольку фильм как раз строится больше на интонации и атмосфере. То здесь от музыки зависело очень многое. Режиссер снова и снова рассказывал композитору, каким он видит этот фильм, подробно описывал эпизоды, которые уже были сняты. Петров предлагал новый вариант музыки, а Данелия опять сомневался. И вот это взаимодействие с режиссером, оно вот этому очень способствовало. То есть почувствовать атмосферу фильма, чтобы картинка на экране абсолютно слилась со звучащей музыкой, тогда получается и какое-то единое целое, и остается у зрителей в памяти и образ этого киногероя или сюжет фильма в сочетании с музыкой. Самостоятельно выбрать одну из множества предложенных Андреем Петровым музыкальных композиций, режиссер так и не смог. Пришлось звать на помощь молодежь. Данелий сам очень долго сомневался, и даже позвал Стеблова. Вот попросил Петрова наиграть все потенциальные как раз музыкальные темы, и Стеблов выбрал одну из них. Оказалось, что режиссер тоже склонялся к этой мелодии. Выбор, наконец, был сделан. В этом фильме так все слилось воедино, что мне кажется, что там ничего даже нельзя отделять. Музыку от изображения, от сценария, от актеров. Такое замечательное единство получилось. Почти до самого конца съемок у фильма не было утвержденного названия. Все оказалось каким-то кантовым и тяжеловесным. И только когда все основные эпизоды были закончены, как-то само родилось «Я шагаю по Москве». Оставалось только написать заглавную песню. И ровно в этот момент исчез Геннадий Шпаликов. Как под землю провалился. Он не появлялся на съемочной площадке месяц, и режиссер уже отчаялся его найти. Он не только во время съемок, он вообще так жил. Он мог пропасть на любом месте вообще, так сказать, разговора, на любом празднестве или там в целом. Просто, говорит, сейчас я дам, и все. И больше никто его не видел. Неделю, две. Данелий был в бешенстве. Он знал, что остается последний шанс – день получки. И правда, в положенное время Шпаликов, как ни в чем не бывало, появился у окошка кассы. Узнал, что зарплату ему по распоряжению Данелии не дадут, и поспешил на поиски режиссера. А режиссер и оператор были заняты крайне важным делом – на крыше. Данелия с Юсовым снимали вот эту вот знаменитую панораму с памятником Маяковскому, который, кстати, незадолго до появления фильма, в принципе, появился там в 1958 году и стал уже одним из символов вот этой оттепельной Москвы. Шпаликов пришел, стоял там где-то внизу у этого дома и кричал на крышу режиссеру и оператору – спускайтесь, уже давно все отсняли, пойдемте в ресторан, давайте отметим. Данелия у него спросила – а ты текст написал? Говорит – нет, не написал. Ну и вот пока не напишешь, мы не пойдем. Геннадий Шпаликов для начала решил схалтурить, предложив что-то из своих старых стихов. Здесь когда-то Пушкин жил, Пушкин с Вяземскими дружил, горевал, лежал в постели, говорил, что он простыл. Вот. Эти знатоки уже на крыше сидели. Не-не-не-не, Геннадий, нет, нет. И вот он, исходя из этого, значит, посыла, сочинил вот буквально там за час эту песню. Он выкрикивал буквально по строчке эти стихи куда-то вверх, а голос свыше, прямо с крыши отвечал – неплохо, пиши дальше. Песня стала очень знаменитой, ее очень часто исполняли на разных концертах, по радио, где угодно она звучала. Но это было уже после премьеры. А пока еще шли съемки, с будущими зрителями у Данелии тоже возник неожиданный конфликт. Жильцы дома, где по сценарию обитал Колька, накатали на съемочную группу жалобу в Моссовет. Им не понравилось, что фасад их здания перекрасили, и теперь коммунальщики могли решить, что дома уже не нужен капитальный ремонт, которого жители так долго ждали. Впрочем, эти опасения были оправданы, потому что после выхода картины незамеченным не осталось ни одного кадра. Данелия не ожидал, что зрители узнают в чистильщике обуви его самого и запомнят девушку, которой даже нет в титрах, никому еще неизвестную Инну Чурикову. Впрочем, сколько бы вы не пытались узнать актрису в романтическом эпизоде, с которого и началась история фильма «Я шагаю по Москве», ничего не получится. Это в самом буквальном смысле слова – собирательный образ. С любимой сценой Геннадия Шпаликова возникли серьезные проблемы. После каждого съемочного дня актрисы больше не возвращались на площадку, и девушку под дождем пришлось собирать по частям. Ноги одной, лицо другой, которая исчезла так же быстро, как и первая. А на общем плане режиссер вообще снял журналистку, которая пришла взять у него интервью. Нет ничего удивительного в том, что актриса, весь день проработавшая под дождем, неважно даже, если дождь искусственный, не пришла на второй день, потому что могла просто простудиться или надоело ей мокнуть. Особенно, когда, ну, что называется, актрисе кажется, что игра не стоит свечи. Если бы они только знали, какой шанс упустили. Ведь этот эпизод мгновенно стал классикой советского кинематографа и мог бы сделать актрису не менее известной, чем Михалков, Локтев или Польских. И вот, наконец, съемки закончены. Казалось, теперь-то уж можно выдохнуть. Но во время отсмотра готового материала худсовет снова все забраковал. Опять посыпались вопросы. О чем все-таки фильм? Режиссер со сценаристом ломали голову, как бы ответить так, чтобы от них окончательно отстали. И там нам пришлось написать эпизод, у которого не было сценария. Это эпизод с полотером, который играет Басов. Если бы актер, который должен был сыграть эту роль, не перебрал накануне и вышел на съемки, возможно, мы никогда бы не увидели Басова на экране. Он просто выручил коллегу, который пожаловался, что у него очередной день простой. Там как раз он задает те вопросы молодым писателям, которые бесконечно задавали нам. Отвечает наш герой, который играет локтем, да просто о хороших людях. О чем рассказ-то? Ну, в общем, о хороших людях. Мало. Писатель должен глубоко проникать в жизнь. А вот ты кто по профессии? Он монтажник. Монтажник? Кто-то. А писатель-инженер. Человеческих душ. А ты, как я посмотрю, лакировщик, а? Конъюнктурщик ты! Конечно, это была и насмешка вот над их критиками, над этим самым худсоветом. Они там просто специально какие-то реплики представителей худсовета процитировали, но опять же делали это злонамеренно, скажем так, чтобы прототипы могли себя узнать. Басов сыграл свою сцену с первого дубля. Очень легко. И именно с этого эпизода началась всенародная любовь к нему на экране. Данелия, безусловно, обладал вот этим самым чутьем на актерский талант. И был очень проницательным режиссером, что ли, да? Сразу чувствовал, вот какой актер заиграет, и даже заиграет вот в дальнейшем, да, на будущее. А у кого это не получится? Когда Данелия шел сдавать готовую картину приемной комиссии, он уже был морально готов к тому, что цензоры опять будут чем-то недовольны и заставят что-то переделывать. И не ошибся, ему снова пришлось выкручиваться. Когда я сдавал в Госкино фильм, меня спрашивают, а чем этот фильм? Непонятно. Я говорю, ну это комедия. Считал, что комедия может быть не о чем. А если комедия, почему не смешно? Я подумал, я сказал, потому что это лирическая комедия. Ну, тогда напишите, чтобы всем было понятно. Данелия выполнил указания. Так в отечественном кино появился новый жанр лирическая комедия. Но фильм все равно не избежал обвинений в излишней легкости и напускном оптимизме. Хотя именно за эти качества зритель и полюбил «Я шагаю по Москве». Настроение ожидания чего-то светлого, ожидания надежд, потому что после войны был довольно такой трудный период восстановления государства. И вдруг такой вот свет, такая легкость, такой воздух, которым всем хорошо. Поэтому, поэтому, наверное, это и неповторимо. Даже самые знаменитые фильмы спустя десятилетия теряют актуальность и постепенно забываются. Но эту картину с годами стали любить еще больше. И тому есть вполне рациональное объяснение. Этот фильм, это просто шедевр, потому что он показывает Москву 1963 года, которую сейчас невозможно увидеть, даже невозможно себе представить. потому что Москва была абсолютно открыта. Двери были открыты. Это была другая Москва. Да и сам Георгий Данелия только спустя десятилетия осознал, о чем на самом деле его фильм. Москва мой город. Его переулки, это мои переулки. Здесь все воспоминания самые светлые, это связано с Москвой. А когда тоскуешь о чем-то, то не видишь недостатка. А видишь, это несколько таком, ну, сквозь какой-то валь ностальгии. И вот такую Москву именно мы и показали. Мама Георгия Данелия долго злилась на Геннадия Шпаликова за испорченные обои, залитые шампанским в тот день, когда он впервые поделился с режиссером идеей фильма «Я шагаю по Москве». Но после премьеры шепнула сыну, что разрешает залить вином и другую стену, если следующая идея будет такой же удачной. Но если я по дому загрущу под снегом, я фиалку отыщу и вспомню о Москве. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok